МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь4. Из всех событий, уходящих 7 дней, мы обсуждаем главное, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте! Сегодня праздник у тех, от кого зависит безопасность государственных рубежей. В стране отмечают День пограничника. Линию по производству первого в Беларуси экологически безопасного антифриза запустили в Гомеле. О том, что даст в стране новый продукт, рассказал вице-спикер Болеслав Перштук. Пираты Карибского моря. Долгожданное продолжение о морских приключениях вышло на экраны гомельских кинотеатров. О главных культурных событиях в нашем обзоре. В ближайшие 26 минут неделя из жизни Гомельской области. Какой ее увидели наши корреспонденты? Сегодня праздник у тех, от кого зависит безопасность государственных рубежей. В нашей стране отмечается День пограничника. Службе исполняется 99 лет. Военнослужащие в зеленых фуражках охраняют около 2000 километров государственной границы. О том, как этот праздник отмечают в Гомеле, в материале Анны Корольчук. У преступников и врагов страны выходных не бывает. И пограничники стоят на страже в любое время дня и ночи. Для многих из них праздники, даже свой профессиональный, отдых они предусматривают. Вместе с коллегами из других силовых структур они этот отдых дарят гражданам. 28 мая 1918 года – точка отсчета в истории погранвойск. В этот день Совет народных комиссаров принял декрет о формировании пограничной охраны. Сегодня наш регион защищают два подразделения – Гомельская погрангруппа и Мозорский пограничный отряд, который стал самостоятельным соединением два года назад. Белорусские рубежи и общая граница союзного государства по праву считаются одними из самых безопасных в мире. Современное оборудование позволяет быстро выявлять нарушителей государственной границы и принимать необходимые меры реагирования. Но все же главное на границе – это люди, готовые в любое время сделать все зависящее, чтобы предотвратить противоправные действия. Скажу, что по итогам оперативно-служебной деятельности пограничной группы за прошлый год мы занимаем одно из лидирующих положений в системе органов пограничной службы. Конечно, есть над чем работать, но тем не менее уже на данный момент выставляется пограничная застава, планируется к выставлению еще пограничная застава, вводится в штат новое подразделение. Поэтому я думаю, что в этом году мы уже обеспечим, по крайней мере, приложим все усилия, чтобы обеспечить гарантированную охрану государственной границы. Накануне профессионального праздника на территории войсковой части 1242 торжественно открыли ритуальную площадку, первую и единственную в Гомеле. Это не просто красивая композиция, но и символ мужества, стойкости и отваги пограничников. В память о погибших воинах, защищавших границы нашего государства, в основание площадки заложены кирпичи из Брестской крепости. На мероприятие пригласили представителей старшего поколения, ветеранов пограничной службы. Даже в отставке пограничники не бывают бывшими. Это особое боевое братство, свято чтущее свои традиции. Хочу пожелать молодому поколению, нашим продолжателям службы пограничной на участке Гомельской области, государственной границы, удачи, здоровья, крепкого семейного счастья, любви, всех земных благ, чтобы они достойно продолжали традиции пограничных войск, органов пограничной службы. Сегодня в Гомельском сквере имени Дзержинского традиционно прошел митинг, на котором собрался личный состав, офицеры, командиры и ветераны органов пограничной службы. На торжественном построении сотрудники Гомельской погрангруппы получили новые воинские звания, награды и благодарственные письма. В их адрес звучали поздравления и слова благодарности за доблестную и честную службу. Анна Корольчук, Игорь Морищенко, Новости недели. Снижение темпов роста розничного товарооборота, закрытие магазинов и увеличение удельного веса импортной продукции на полках. На заседании Гомельского облсполкома проанализирована работа организации торговли. Об этом и другом коротко в обзоре моих коллег. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года розничный товарооборот в регионе в этом году уменьшился почти на 2%. Одна из неприятных тенденций – снижение объемов продажи товаров отечественного производства. В первом квартале такая ситуация отметилась в 15 из 21 района области. Еще один актуальный вопрос – выполнение государственного социального стандарта по обеспечению населения торговыми площадями. Только за первый квартал в сельской местности закрыли 43 магазина. При том, что кроме Облпотребсоюза обслуживать сельское население пока никто не стремится. Беларусь может построить в Египте молочно-товарную ферму. Технологии будут отличаться от аналогичных проектов в нашей стране. Корпуса для фермы будут не утеплять, а наоборот остужать. Оборудование может поставить Гомель-агрокомплект. Специалисты этого предприятия побывали на месте будущей застройки и оценили масштаб работ. В египетской стороне были предложены предварительные проекты соглашений. Ферма будет рассчитана на стадов тысяч уголов. В ветке состоялось торжественное открытие нового пожарного депо районного отдела по чрезвычайным ситуациям. Ранее оно размещалось в здании 60-х годов прошлого века. Теперь получило новый дом по улице Луначарского. Строительство велось 2008 года. Для этого из областного бюджета было выделено 3 миллиона 900 тысяч рублей. Кроме обновленного здания коллектив подразделения получил в подарок и новую технику. Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Ковхута посетил новое месторождение нефти. Залежи черного золота обнаружены в Жлобинском районе. Сейчас там работают геологи. Насколько по их подсчетам удастся увеличить запасы белорусской нефти выясняла Анна Ковалева. Черное золото в Белоруссии, Доброгошанской площади. Бурить скважину здесь в Жлобинском районе начали в прошлом году. Первые образцы горной породы, насыщенные черным золотом, дали подсказку. Еще немного и будет нефть. На сегодня удалось продвинуться на тысячу метров и обнаружить уже чистую нефть, причем довольно высокого качества. Скважина уходит вглубь почти на 3 километра. Сейчас ведутся исследования месторождения. Закончить эти работы планируют примерно через месяц. За это время геологи определяют горизонты залежи. Иными словами, узнают, как много нефти скрывается под землей. Хотя предварительная оценка уже дана. По подсчетам ее в месторождении от 350 до 800 тысяч тонн. У меня в руках нефть, которую получили на скважине номер один восточно-доброгошанского блока. Это та нефть, которая у нас с вами под ногами. Разработка этой скважины интересна и тем, что здесь применили и так называемую систему гидроразрыва. Работать по такой технологии может далеко не каждая страна в мире. Материалы, полученные в процессе бурения скважины, мы тщательно обработали и выделили здесь 5 нефтеперспективных объектов в этой скважине. Три нефтеперспективных объекта межсолевых мы уже здесь испытали и получили притоки нефти. Сейчас идет работа с четвертым объектом. Через месяц геологи передадут объект «Беларусьнефти», которая займется уже плановой добычей. В перспективе скважина будет приносить до 10 кубов в сутки. Компанию ей составит еще одно месторождение. Оно расположено буквально в двух километрах отсюда. Там удалось углубиться в землю примерно на полтора километра. В планах же спуститься до двух с лишним километров. Для оценки ситуации новое месторождение посетил министр природных ресурсов и охрана окружающей среды Андрей Кавкута. Возможности переработки на наших нефтеперерабатывающих заводах достигают 20-25 миллионов тонн. Поэтому безусловно этих объемов, которые добывает Беларусь, недостаточно для загрузки мощностей наших предприятий. Если говорить об объемах собственного потребления, это порядка 30-40 процентов добываемая наша нефть обеспечивает потребности, ну собственно, скажем так, нашей страны. Остальное приходится закупать за рубежом. А для сравнения 1 тонна белорусской нефти стоит как 5 тонн российской. Поэтому активные поиски новых залежей вопрос первостепенный. И даже несмотря на то, что весь мир сейчас переходит на зеленую экономику, ищет альтернативу нефти, сбрасывать ее со счетов пока не приходится. Вы понимаете, как бы нефть, это же не только топливная сфера, это и химическая промышленность. Поэтому с учетом того, что будет уменьшаться доля нефти как в плане автомобильного топлива, энергетического ресурса, она будет усиливаться в других областях. Поэтому я думаю, что она со временем всегда будет востребована. Просто немножко перераспределится сфера использования нефти. Вообще 99 процентов всей белорусской нефти добывают именно в Гомельской области. Новые месторождения открывают каждый год. На сегодня в стране их обнаружено 82. На 60 из них ведется активная добыча. Одновременно исследуются и другие территории. Ученые разрабатывают новые методы поиска нефти, которые повысят шансы на успех. К слову, специалистов, которые этим занимаются, готовят лишь одно учебное заведение Беларуси – Мозорский государственный профессиональный лицей геологии. Обучение здесь максимум практикоориентировано. Вот примерно на отделении мы выпускаем около 300 человек. Мы целенаправленно готовим и для белоруснефти. Вот именно по заявкам предприятий наших белорусских. Кадровый госзаказ выполняется полностью. К слову, всего через несколько месяцев диплом лицея обретет уже международный формат. То есть уровень подготовки специалистов за последние годы стал намного выше. Люди, которые выходят из этих стен, свои знания и опыт приносят уже на рабочие места и добиваются результатов. Отчасти благодаря им и запасы черного золота в будущем однозначно будут расти. Кстати, в прошлом году удалось увеличить их в два раза. Тогда получили 1 миллион 645 тысяч тонн. В планах на этот год нарастить добычу еще на 5 тысяч тонн. А это около полумиллиарда долларов. С такими цифрами на фоне всей Европы наша страна выглядит как минимум достойно. По добыче нефти из расчета на одного жителя наша страна занимает седьмое место. Анна Ковалева, Валерий Гопанько, телерадио компания Гомель. Новости недели. На предприятии Гомельхимторг на уходящей неделе торжественно запустили линию по производству первого в Беларуси экологически безопасного антифриза. Новый продукт сможет занять 5% в общем объеме рынка страны. Это примерно 650 тысяч литров в год. Проект реализован в рамках инициативы «Зеленая экономика» программы развития ООН и профинансирован Евросоюзом. «Зеленая экономика» на сегодняшний день это свыше двух десятков различных проектов, реализация которых способствует улучшению экологии Беларуси. Они охватывают самые разнообразные сферы человеческой деятельности и экономики. От экотуризма до производства офисной бумаги и сбора трав. В нашем регионе создание экологически безопасного антифриза станет вторым так называемым «зеленым» проектом. Первый реализуют в Житковичах, где производятся пропелли. Вообще переход к «зеленой» экономике – это мировая тенденция. Многие страны в последние десятилетия столкнулись с проблемой утилизации отходов. И производство уникального для Беларуси антифриза – шаг к ее решению в нашей стране. Так считает и Болеслав Перштук, вице-спикер Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. В рамках программы «Зеленая экономика» решаются и экономические задачи. В частности, появляются новые конкурентоспособные продукты и создаются дополнительные рабочие места, отметил Болеслав Перштук. Решаем в данном случае несколько задач. С одной стороны, получаем новый продукт, это новые рабочие места, это занятость для данного предприятия, тоже важно, пусть небольшое количество. А с другой стороны, мы нашли экологически чистый продукт. Мы одновременно решили проблемы утилизации. Представьте, все наши транспортные организации, имеющие большой промышленный транспорт, что они сегодня делают? Они где-то его накапливают, они где-то его очищают, в конце концов уплатят штрафы за нарушения, одним словом несут издержки определенные и при этом, по сути, не знают, что делать дальше. Поэтому вот мы, когда, я полагаю, выйдем на проектную мощность, мы сможем рынок потеснить. На постсоветском пространстве экологически безопасный антифриз – абсолютно новый продукт, хотя в Евросоюзе он известен давно. Теперь Беларусь может приблизиться к европейским экологическим стандартам. И если потребитель оценит новый продукт, то можно наращивать объемы его производства и вытеснять импортный антифриз с внутреннего рынка, уверен Болеслав Перштук. Если это все будет раскручено, если оно пойдет, нормальный потребитель его сможет получить и будет удовлетворено его потребительскими свойствами, есть возможность наращивать объем. Тем самым, почеснить наших, по сути дела, производителей импортных, которые поставляют сегодня в большом количестве к нам в Республику Беларусь этот антифриз. Прежде всего, это российские производители и это программа еще импортозамещения. Поэтому тут много плюсов. в одном маленьком проекте. Можно сказать, что мы решаем параллельно как минимум три мощные задачи. Это импортозамещение, это экология, это создание новых рабочих мест и, по сути, получение новой добавленной стоимости. Вот видите, какие плюсы и какие эффекты. Несмотря на приближение лета, общественно-социальная жизнь в Гомельской области кипит. На этой неделе в регионе состоялись сразу несколько крупных форумов. Мои коллеги расскажут о самых важных. В Гомеле подвели итоги работы областной организации Белая Русь и обозначили основные направления ее деятельности на ближайший период. Региональное деление сейчас включает почти 24 тысячи человека, более 1 тысячи первичных организаций. При этом с 2003 года по сегодняшний день количество членов организации в регионе увеличилось на 60%. Самое большое представительство Белой Руси в учреждениях образования, далее промышленная сфера и здравоохранения. В Петрикове прошел областной межведомственный форум «Детство без насилия». Обсудить основные проблемы в реализации прав детей пригласили представителей органов власти, силовых структур, общественных организаций и православной церкви. Участники посетили Петриковское спецпрофтехучилище закрытого типа. Сегодня здесь содержат около 50 девочек-подростков, которые имели конфликты с законом. Каждая находится в закрытом училище по приговору или решению суда после крашу, потребления алкоголя или наркотиков. Главная причина такого поведения, как правило, неблагоприятная ситуация в семье. В целом, в социально опасном положении на территории области находится около 4000 несовершеннолетних. Возможности и пути предупреждения преждевременной смерти обсудили на базе Гомельского областного клинического кардиологического центра. Здесь прошла республиканская научно-практическая конференция, которую посвятили проблемам смертности от заболеваний сердца. Участниками стали ведущие специалисты из Беларуси, России, Польши, Чехии и Хорватии. Они обменялись мнениями относительно современных методов лечения сердечно-сосудистых болезней, ознакомились с последними медицинскими разработками. Заболевания сердечно-сосудистой системы по-прежнему на лидирующем месте в структуре смертности белорусов. За год в Гомельском кардиоцентре проводится более 3000 хирургических операций. Передовые технологии позволяют гомельским кардиологам успешно выявлять и купировать очаги, которые могут привести к острым изменениям в организме. Современная молодежь действительно стремится построить карьеру и заработать деньги. Еще одно доказательство тому – студенческие отряды. Буквально на днях из Гомеля отправились на работу два выездных отряда в Туапсинский район Краснодарского края и в Московскую область. О начале трудового семестра в этом году – материал наших корреспондентов. Именно во время каникул у молодежи возрастает интерес к подработке. Найти подходящую вакансию на летний период студентам и школьникам помогает областной и городской штабы трудовых дел БРСМ. Например, в прошлом году организация трудоустроила более 21 тысячи человек. Студенты за сезон смогли заработать от 150 до 600 рублей. С таким показателем наша область второй год подряд занимает первое место в стране. Молодежь работала на сельскохозяйственных промышленных предприятиях, санаторно-курортных учреждений в Беларуси и за рубежом. Впервые в регионе был сформирован археологический трудовой отряд. В этом году к началу летнего сезона свои заявки на трудоустройство уже подали около двух тысяч молодых людей. «Буквально в апреле, в мае проходила масштабная акция «Я выбираю студотряд, запиши студотряд» под разными названиями, но смысл один. Ребята приходили и записывались, и были такие дни, когда по нескольку сотен за один день мы принимали заявок». «Труд-крут» — с таким девизом молодежь дала старт новому трудовому семестру. Консультации о трудоустройстве разбавили флешмобы и фотосессии с таким же хэштегом. Бывалые студотрядовцы делились с новичками своим опытом во всех вузах Гомеля. Их слушатели могли задать вопросы, ознакомиться с банком вакансий и, наконец, заполнить заявку на трудоустройство. На торжественном открытии трудового семестра командирам отрядов вручили символы студотрядовского движения — строительные каски. Традиционно набор проходит в сервисные, педагогические, строительные, экологические, волонтерские и медицинские отряды. Наши студенты работают и за границей в составе выездных отрядов. Юноши и девушки из Гомельской области помогают на сельхозработах в хозяйстве Сергиевской Московской области и отправляются к морю во Всероссийский детский центр «Орленок». «Наши ребята работали по графику два через два, 12-ти часовой рабочий день с восьми до восьми, но у них в это время включались еще завтраки, обеды и ужины были. На работу привозил вахты в автобус и завозил обратно в общежитие тоже вахтовый автобус. Жили мы за пределом «Орленка» в общежитии. Впечатления от поездки остались самые лучшие. Я уже два года туда подряд ездила и вот в 2017 году в третьем трудовом семестре поеду еще тоже снова». В Гомельской области студенты продолжат работать на строительстве областной детской больницы, которая объявлена молодежной стройкой. Около 30 бойцов из нашего региона также примут участие во всебелорусской стройке на Островецкой атомной электростанции. Среди них студент третьего курса Белорусского государственного университета транспорта Евгений Аскерка. Он впервые решил присоединиться к рабочей молодежи. «Это объект республиканской важности и как бы туда не так уже просто попасть. Это, я думаю, будет интересный опыт посмотреть, как что происходит, как происходит строительство атомной электростанции, как происходит... А мне как строителю будет интересно посмотреть на разные конструкции. Практика в университете с 19 июня по 31 июля. Нам предлагают на выбор либо вахтовый метод, то есть это 15 дней работаешь, 15 отдыхаешь. Либо ты можешь поехать на неполный рабочий день и будут полноценные выходные. То есть это уже зависит от желания каждого». Кстати, чтобы подать заявку на трудоустройство, не обязательно приходить лично в комитет БРСМ. Городской и районной штабы трудовых дел продолжают принимать заявки по телефону горячей линии. Это можно сделать и онлайн, заполнив анкету на сайте Гомельской областной организации БРСМ в разделе «Работа». Количество заявок, отмечают специалисты, ежегодно растет. Но, несмотря на это, общественная организация обещает найти вакансию для каждого. Анна Корольчук, Олеся Руденкова, Игорь Морещенко. Специально для «Новостей недели». И по традиции в конце итогового выпуска новостей мы расскажем о наиболее значимых культурных событиях региона. А в Гомеле состоялась, пожалуй, самая долгожданная кинопремьера года. На экраны вышло продолжение приключенческого фильма «Пираты Карибского моря». А в городском поселке Карма на этой неделе прошел концерт талантливого белорусского композитора и исполнителя. Лауреата специального фонда президента Республики Беларусь Игоря Квашевича. Для всех желающих был организован музыкальный мастер-класс. В ближайшие несколько минут об этом и не только. Более подробно расскажет наш культурный обозреватель Вероника Ворошилина. В картинной галерее Гавриила Ващенко сейчас можно увидеть оригинальный выставочный проект «Ситцевые фантазии». Здесь представлены работы в технике пэтчворк или, иначе говоря, лоскутного шитья. Каждое отдельное полотно состоит из десятков, а порой сотен мельчайших тканевых деталей. Собранные воедино, они поражают размахом фантазии, тонкостью исполнения и разнообразием сюжетов. Здесь можно увидеть пейзажи, натюрморты, орнаменты и абстрактные композиции. Выставка «Ситцевые фантазии» — это красочный коллективный проект талантливых художниц из Беларуси, России и Литвы. В соседнем зале галереи не менее креативные полотна. Это старинные изделия из бабушкиного сундучка, дополненные белорусским льном. Они удачно вписались в современные интерьерные арт-объекты. Все экспонаты сделаны вручную с большой душой. Примерить на себя роль их создателя на открытии выставки мог любой желающий. Организаторы провели мастер-классы по лоскутному шитью. В городском поселке Карма на этой неделе прошел концерт талантливого белорусского композитора и исполнителя Игоря Квашевича. Выступление организовали в рамках масштабного музыкально-образовательного проекта «Беларусь-тур». Он охватывает 120 городов нашей страны. В каждом музыкант-виртуоз проводит благотворительные встречи и мастер-классы для детей. Вечером всех желающих приглашают на общегородские концерты. Цель акции — познакомить горожан с творчеством известного аккордеониста и найти талантливых юных музыкантов. Осенью они примут участие в голоконцерте проекта в столице. Реконструкцию походного лагеря XIV-XV веков представили в Гомеле атмосферу ушедшей эпохи и возродили клубы исторической реконструкции Беларуси, России, Украины. Посетители увидели процесс приготовления блюд в средневековых походных условиях. При этом некоторые можно было попробовать. Гостям праздника предложили также поучаствовать в интересных средневековых играх. На уходящей неделе в Гомеле состоялась долгожданная кинопремьера. На экраны вышло продолжение знаменитого приключенческого фильма «Пираты Карибского моря». В кинотеатре имени Калинин это событие сопровождалось яркой и зрелищной театрализованной шоу-программой. Свое учреждение превратилось в импровизированный корабль развлечений. Главные герои праздника – харизматичный Джек Воробей и его верная команда – предложили зрителям отправиться в интересное морское путешествие. Следующая неделя обещает быть не менее запоминающейся. В Гомельском городском центре культуры состоится танцевальный спектакль-мюзикл «Седьмое королевство». На сцене развернется захватывающая история о жизни враждующих землян и марсиан. А во Дворце культуры металлургов города Жловина пройдет танцевально-развлекательная программа в стране забытых портфелей. Юных гостей праздника ждет море веселья и приятных сюрпризов. И на этом у нас все. Самыми интересными культурными событиями региона вознакомили Вероника Ворошилина и Евгений Макеенко. Обзор подготовлен специально для программы «Новости недели». Это были итоги минувших семи дней. На будущей неделе мы продолжим следить за происходящим, чтобы рассказать о главном. До встречи!